Продолжение следует... Как утерли нос соседу горячие финские парни. В Финляндии ровно 75 лет назад здесь были события, очень схожие с нашими. Я хочу выяснить, как тогда финнам удалось выстоять против советской России. Новая Рада. Добро с кулаками. Я больше люблю партизанскую войну. Неискушенные властью. Открытый разговор. Уже через минуту. Добрый вечер. Добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Итак, главная тема. Майдан. Годовщина разгона студентов. Дата, когда те, кто живут в Киеве, вчера и сегодня постоянно приходили в центр города. И не обязательно на митинги, а просто чтобы вспомнить. Вспомнить день, изменивший очень многое в нашей стране. Ведь революция, по сути, началась именно в те выходные. 30 ноября прошлого года, когда студентам пришлось укрываться в монастыре от озверевшего Веркута. Об этом будем. Будем много сегодня говорить. Но начать хотел бы с темы, о которой все последние дни только и разговоров. Самая громкая новость этой недели. В украинском правительстве будут работать иностранцы. Причем вовсе не советниками или консультантами, как мы с вами могли бы подумать. А сразу министрами. Ну, они же для нас, видимо, и реформы сделают. Петр Порошенко объявил о нововведении на первом заседании нового парламента. Мол, у иностранцев нет коррупционных связей в Украине. Ни Кума, ни свата, ни брата. Ну, да и вообще за рубежом можно найти превосходных специалистов. Далеких от украинской политики. А значит, и от традиционных для нашей страны скандалов и противоречий. Ну и сейчас главный вопрос. А вот кто это будет? А еще кто именно ищет для Украины новых министров? Прямо сейчас все это обсудим. К нам в студии только что подъехал Георгий Вашадзе. Проходите, пожалуйста. Человек, который проводил реформы в Грузии во времена Михаила Саакашвили. Здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо, что приехали. И на связи из Вашингтона. Прямо сейчас наш собственный корреспондент в Америке Дмитрий Иловский. Есть ли связь? Добрый вечер. Слышим в студию прекрасно. Ух, какая погода у вас чудесная. Что там? Намного теплее, чем в Украине? Ну, такое ощущение, что в Вашингтон еще до зимы пришла весна. Погода действительно теплая, если не сказать жаркая. Спасибо. Ну, прямо сейчас узнаем, что об этой ситуации думают и в Вашингтоне, и в Киеве, и в Грузии. Поскольку насколько... По той информации, которой мы владеем, очень много грузин могут занять посты в украинском правительстве. Скажите, вот если кратко просто сформулировать вашу позицию. Вы за или против, чтобы в правительстве были иностранцы? Не обязательно украинцы. Давайте возьмем, в первую очередь, Украине нужны реформы, быстрые реформы, да? И кто это может делать? Практики, реформаторы, технократы, те люди, которые имеют четкое видение, как это можно все сделать. В Грузии, когда мы начинали, то же самое происходило в Грузии. В Грузии мы искали людей за границей. И не только внутри Грузии. Знаете, как некоторые были министрами. Тот же Каха Бендукидзе, он 30 лет жил в России. И его натурализировали, дали грузинское гражданство, и он начал работать в Грузии министром экономики. Тоже министр иностранных дел. Она была грузинкой по происхождению, но она была послом Франции. Ее назначили министром иностранных дел. Не получится ли так, что местные бюрократы будут это все блокировать, будут саботировать, не захотят работать, не захотят поддерживать? Знаете, как, для реформы нужны три категории людей. Первое, это реформаторы, которые будут менять систему. Второе, это люди, которые будут бороться против беспредела и сажать тех, которые коррумпированные, которые будут деньги зарабатывать и саботировать. И третье, это те люди, которые должны дать политическую поддержку. Если это будет, никаких проблем не будет. Реально надо создавать в Украине новые системы, а не реформировать то, что есть. Потому что реформировать ту бюрократию, которая сегодня есть, просто невозможно. Поэтому надо создавать новые механизмы, новые системы, которые будут намного быстрее развивать страну. Вот вы знаете, сейчас президент пытается это сделать, в том числе с приглашением иностранцев. Но эту идею не все восприняли, на самом деле сейчас ведут споры. Кто-то говорит, что иностранцы хороши тем, что, по крайней мере, взятым брать не будут, они дорожат своей репутацией. Многие украинские политики уже обиделись, сказали, ну неужели у нас своих политиков не хватает. И вот в эти выходные влиятельная украинская газета «Зеркало недели», у меня свежий номер в руках, опубликовала достаточно серьезную статью о том, что администрация президента якобы наняла российскую хэдхантинговую компанию. Ну, я поясню, хэдхантеры это люди, которые ищут специалистов, охотники за головами. Мол, связана эта компания с россиянами, а значит, в условиях войны может выбрать совсем не тех. Митя, я насколько понимаю, ты разбирался в этом, пытался разобраться со многими, говорил, говорил неофициально. Вот ты можешь четко сказать, это правда или нет? Дим, ну действительно, мы практически провели собственное расследование, чтобы понять, что это за компания такая, Корнферия. И говорить о том, что она российская, это все равно, что, например, говорить, что кафе «Макдональдс» – это российское кафе, поскольку «Макдональдс» есть и в России. Корнферия – американская компания на рынке уже очень давно, это один из гигантов, одна из самых первых компаний, которые начали работать на рекрутинговом рынке, на рынке хэдхантеров. Случилось это еще в конце 60-х годов, у них есть офисы более чем в 80 странах мира. И, конечно же, есть и представительство в Восточной Европе, и в России тоже. Если компания занимается подбором персонала вот именно в этом регионе, это не говорит о том, что она аффилирована россиянами или даже Кремлем, как появляют какие-то сообщения мы видели на этой неделе. Но надо сказать, что в последнее время компания себя довольно успешно проявила как и на европейском рынке, так и на рынках развивающихся стран. В Великобритании, как сказали нам наши источники, у них был просто колоссальный успех. Они смогли найти несколько сотрудников правительства, которые сейчас продолжают выполнять свою роль, продолжают выполнять свои функции. И большинство из них были выходцами из компании BP. Ну и вообще вот такая спайка, слияние эффективных менеджеров из энергетической отрасли, и их перевод, их командирование в правительственные и государственные структуры, это, можно сказать, такой авторский стиль Корнферри. Но поговаривают, как говорят наши источники в отрасли, что с Украиной ситуация будет несколько иная. Прежде всего, Корнферри искал тех людей, которые имеют украинское происхождение, искал в Канаде и в Америке, где огромные колоссальные диаспоры украинцев искал на постсоветском пространстве. Потому что тут, конечно, очень важно, чтобы не только не было какой-то личной материальной заинтересованности в процессах, но и было понимание внутреннего менталитета, понимание механизмов работы, того, как это все... Митя, вот именно об этом я хотел поговорить и с тобой, и с нашим гостем. Говорит, скажите, а ваши коллеги, их называли в списке претендентов, те, кто работали с вами в грузинском правительстве, в правительстве реформаторов, давайте, может быть, без фамилии. Если знаете, что кто-то согласен, может быть, назовем фамилии. Пока без фамилии. Что заставило бы их приехать в Украину? Неужели только желание помочь стране? Самое главное, мы в Грузии одно понимаем. Если Украина сегодня победит, мы побеждаем вместе с Украиной. Потому что мы, Россия, навсегда должны победить вот эта тоталитарная ментальность, которая хочет проглотить и Грузию, и Украину. Потому что то, что сегодня происходит в Украине, то же самое происходило в Грузии последние 90 лет. Это дело принципа. Это не только дело принципа, это жизненно важно для нас. Потому что мы не хотим быть одни. Грузия не хочет быть одним, так же, как и были одни в реформах. Потому что если бы реформы произошли в Украине еще с 2004 года, тогда бы та ситуация, которая сегодня есть, не было бы ни в Украине, ни в Грузии. Поэтому мы говорим, что единственный шанс для выживания и чтобы победить, а раз и навсегда, вот эта советская ментальность, это то, чтобы реформировать Украину, чтобы модернизировать Украину. Потому что волна, которая может создаться с Украины, это сам собой, эта волна пойдет и в Россию. Самая большая проблема в том, что это задачи на годы, задачи, может быть, на поколение. А вот то, как мы говорили с американцами, вызовем сегодня на связь еще Стивена Пайфера, блестящего эксперта по Украине. В Вашингтоне говорят о том, что у нас считанные месяцы на проведение реформ. Знаете как, за считанные месяцы можно показать, меняется страна или нет. А не то, что 9 месяцев уже новая власть, и ничего реального не произошло. Те иностранцы, которые пригодны, не будут готовы это делать. В Грузии первые 6 месяцев мы удвоили бюджет страны. Вот это реальные цифры. Со 6 месяцев? Со 6 месяцев мы удвоили бюджет страны. Ну, Грузия начинала с минусов, не с такой хорошей ситуации, как сегодня в Украине. Знаете как, 14 месяцев не выдавалась даже пенсия в Грузии. Не было света, не было электроэнергии, не было дороги. Вообще, экономика не существовала в стране. Но, несмотря на это, Грузия смогла все это сделать. Если мы, вы, кстати, сказали насчет ментальности. Мы очень хорошо понимаем ментальность, которая есть сейчас в Украине. Мы, это, Украина сегодня копия Грузии в 2004 году, в 2003 году. Копия, коррупция, системная коррупция, бюрократия, которая есть сегодня. Где выход? Надо, в первую очередь, дерегулироваться, отказываться государству от многих функций, которые у него есть. Второе, это дебюрократизировать, очень быстро реформировать. Часто говорят о децентрализации, просто это должен я обязательно сказать. Если децентрализировать ту бюрократию, которая сегодня есть в Украине, вы получите анклавы просто. Потому что эту бюрократию надо сперва менять, дерегулировать, потом передать, параллельно передавать. Масса феодальных князков появится. Да, обязательно. Если вы им делегируете, не знаю, тысячи функций, которые просто не нужны государству, конечно же, они создадут небольшие анклавы на месте. Знаете, вот в любом министерстве можете зайти и посмотреть, что у них такие регуляции, такие функции, которые просто не нужны, которые мешают людям дышать, работать. То есть, когда мы говорим о развитии бизнеса, не то, что государство должен мотивировать средний и малый бизнес и так далее. Нет, государство не должен мешать. А как мешает государство? Когда кафе переделывается, как его, в офис, надо согласовывать год, вот это именно есть проблема. Вот проблема еще в том, что в Украине диагноз могут поставить многие, решения могут найти немногие. Видение четкое есть. Знаете, как в Грузии, вот, например, Charity Foundation, 155-е место Украины в свободном развитии экономики. Грузия сейчас 22-я. Грузия была 140 с чем-то. Украина сейчас вместе с Лесото и Гаити. А Грузия вместе с развитыми странами. Можно это сделать, самое главное, иметь четкое видение, как это надо делать. Не бюрократию создавать над бюрократией, а реально дебюрократизировать. Давайте, знаете, что, все-таки, немножко вернемся к нашей теме. Я думаю, что сейчас наших зрителей интересует, ну, понятно, что я благодарен вам за этот разговор, это очень важные задачи. Но вот сейчас всю эту неделю Украина гадала, а кому же эти задачи выполнять, кому проводить. Кстати, просто насчет этой темы я могу сказать вам. Будьте добры, нам сейчас надо с Лондоном поговорить, я вернусь к вам с удовольствием. Я хочу сказать, что поиск кандидатов вели конфиденциально, не разглашая ни посты, ни фамилии, ни условия. Точно известно, что первоначально отобрались 185 человек, из которых потом выбрали 24 фамилии, всего 24. Известно также, что присматривались в основном к успешным бизнесменам из украинской диаспоры, ну, вот только что с Дмитрием Еловским мы об этом говорили. Присматривались к тем, кто работает в Канаде, США и Великобритании, ну, еще к тем, кто проводил реформы в Грузии. И вот, эксклюзивное интервью согласился дать только для нашей программы. Один из руководителей компании Corn Fairy, компания, которая ищет кандидатов для украинского правительства, это человек, который отвечает в основном за проекты в странах бывшего Союза, а значит в Украине. Единственным условием было то, что у нас гость не будет рассказывать о процессе отбора чиновников для украинского правительства. По внутренним правилам проект, который еще в процессе, ну, комментировать запрещено. Мистер Скофилд, вы ищете топ-менеджеров только для бизнеса, или же у вас есть опыт поиска кандидатов для работы в правительстве? Мы занимаемся и тем, и тем. Конечно же, мы подбираем руководителей для коммерческих компаний, но еще у нас огромный опыт поиска чиновников для правительства разных стран, где происходят изменения или проводят реформы. Вот лишь несколько примеров. Недавно мы проделали огромную работу для итальянского правительства, искали топ-менеджеров в области энергетики, транспорта, авиации, а также для Министерства финансов. В Соединенных Штатах мы искали первых лиц для правительственных организаций, всего для 17 федеральных агентств. В Великобритании, где я сейчас нахожусь, мы подбирали кадры для государственных агентств и организаций. А еще мы много работали на Востоке. К примеру, работали по заказу правительств Саудовской Аравии и Эмиратов. Насколько это обычная практика, когда правительство просит найти менеджеров высшего уровня для работы в правительстве, не просто советников, а именно министров? Я не имею права прямо говорить о ситуации, на которую вы намекаете. Но я думаю, что это прекрасное решение для любого правительства брать на вооружение методы бизнеса, привлекать самых талантливых людей, особенно во время перемен. Говоря об Украине, насколько интересна страна для иностранных специалистов? У нас конфликт на востоке страны, у нас экономика в кризисе. Насколько легко в такой ситуации найти человека, который согласился бы работать в Украине? Очевидно, что Украина сейчас столкнулась с испытаниями. Но в вашей стране огромный потенциал, развить который вам как раз и помогут специалисты, нанятые за рубежом. Несмотря на сегодняшние вызовы, будущее Украины очень светлое. Есть перспектива. Как раз это привлекает многих специалистов. Говоря о принципах вашей работы, есть ли заказ, который вы никогда не согласитесь выполнить? Думаю, есть один. Мы точно не будем искать следующего президента Америки. Оставим это демократам и республиканцам. Спасибо огромное за эксклюзивное интервью. Отмечу также, что в прессе сейчас в то и дело всплывают фамилии тех иностранцев, кто может получить работу в новом правительстве. Называли фамилии нескольких граждан Грузии, которые проводили реформы в команде Михаила Сакашвили. В вашей команде были случаи, что они могут возглавить и антикоррупционное бюро, и занять посты в министерстве внутренних дел. Но вот с некоторыми из них я перед эфиром просто по телефону конфиденциально переговорил. Ситуация на самом деле неоднозначная. Я хочу вам сказать, что многие получили предложение от украинского правительства, от этой компании, которая по просьбе украинского правительства отбирала будущих министров, замминистров, главведомств. Но часть людей это предложение еще не приняла. Скажите, да, Митя, ты с нами на связи. Одну секунду, я задам вопрос гостю и продолжу с тобой. Скажите, как по-вашему, насколько вообще это правильный путь, нанимать западную компанию, чтобы искать министров? Не проще было открыто конкурс объявить. Пусть Украина обсуждает. Почему бы и нет? Все пути возможны. Тот же на антикоррупционное бюро вы говорите, там, насколько я знаю, по закону надо объявить конкурс. Не так, что кто-то хочет и назначить кого-то. Потому что это законом предусматривается. Но все пути... Но в законах есть еще проблема с гражданством. Все-таки они должны быть гражданами. Мне очень понравился там же инициатива президента, что он сказал, что может быть граждане других государств могут занять эти пасты. Кстати, в грузинской конституции соприняется, что граждане Европейского Союза могут занять высшие посты, быть премьером даже. Это не проблема. Реально мы должны выйти от вот этой околдованной сети. Знаете, вот как-то штампировали нас, что нельзя мы... Вот член парламента России сказал, что Украина теряет суверенитет. Как будто они переживают сейчас о суверенитете Украины. И плюс еще переживают о территориальной целостности Украины, по-моему. Вот это и есть. Мы должны не бояться. Не все 100% сработали. Нестандартных решений. Не все 100% сработали. Так же было и в Грузии. Не все сработали. Некоторые хорошо работали. Некоторые работали не понравились. Ведь в наших руках снимем того, кто не сработал, назначим другого. Не надо быстро-быстро все это к самому решению принимать. Вы знаете, для президента все-таки это вызов, потому что каждая ошибка, в том числе кадровая, это его инициатива. Она грозит для него ударом по рейтингу. Одну секунду. Митя, я хотел тебя спросить. Вот только что мы слышали интервью представителя компании, одного из топ-менеджеров компании. Ты говорил с инсайдерами. Все ли мы сейчас услышали? Есть ли какая-то еще дополнительная информация? Все ли там так? Да, хотелось бы добавить, что очень важный момент это риски и такая своеобразная страховка, которая идет у компаний, которые поставляют на рынок госслужащих топ-менеджеров. Конечно, прежде всего надо говорить о моральной ответственности и о имиджевом каком-то уроне, который, не дай бог, вот такие гиганты рынка хэдхантеров могут потерпеть в случае неудачного решения. Но поговаривают, неофициально, конечно, что есть и материальные обязательства, которые несут на себе представители таких компаний, как, например, Corn Fairy. То есть дело в том, что если их кадровое решение не сработает, то, по идее, они возвращают те деньги, которые были потрачены на вот это кадровое решение. Но еще очень важно добавить, что для Corn Fairy сейчас европейский рынок, рынок американский, он несколько схлопнут. То есть после кризиса 2008 года бюджеты-то сократились, и они сейчас находятся в ситуации, когда им необходимо развивать, простите за автологию, развивающиеся страны. Потому что это для них очень выгодная ситуация и очень долгосрочные, далеко идущие планы. Так что тут, наверное, можно говорить о таком плане win-win, когда побеждает и та, и другая страна, если все, конечно, пройдет хорошо, на что мы все будем надеяться. Дима. Коллега, спасибо. Ну, на самом деле, меня не столько, я думаю, всех нас, не столько бизнес этой компании интересует, как интересует то, чтобы правильная большая компания нашла для нас людей, которые не окажутся, помните, новым лыжным инструктором, которого прошлое правительство во времена Януковича выдавало когда-то за крупного инвестора. Спасибо большое. У нас заканчивается время. Может быть, тогда короткий вопрос. То, чего боюсь я, то, чего сейчас боятся многие, что эти люди, дай бог они придут, замечательные, с прекрасным образованием, с прекрасным английским, они не смогут поломать инерцию этой тяжелейшей бюрократической машины украинской. Ну, возглавит кто-то, там, господи, Министерство экономики, Министерство внутренних дел. Каким был опыт Грузии? Что вот лично вы пережили? Самое главное, что им нужна политическая поддержка. Если не будет политической поддержки, конечно же, один человек не может... Они должны, например, общаться с президентом? Вы об этом? Это будет и президент, премьер, парламент, все абсолютно, да. Политическая поддержка значит, что они должны представлять те, так сказать, поправки, которые именно нужны в стране, и эти поправки должны парламент принимать. По парламенту принимать. Самое главное, я думаю, что если население будет поддерживать резких реформ, тогда и парламент будет голосовать, и все будут поддерживать тоже. Так что я изначально тоже говорил, три фактора. Реформаторы, как бы смотрельщики на беспредельщиков, антикоррупционеры, давайте так их назовем, люди, которые сажают в тюрьму тех, которые зарабатывают деньги. И третья, политическая поддержка для этих двоих. Вот это есть формула, которая работала в Грузии, вот такая формула нужна и Украине. И еще раз, если кто-то не будет хорошо работать, не проблема, снимите его и примите нового. Да там ведь нету никаких проблем, они не влезают в вашу политику. Это самое главное. Они не становятся политиками Украины. И тут тоже есть большая свобода. Спасибо большое за вашу информацию. Коллега, если еще Вашингтон нас слышит, спасибо большое за ту информацию, которую ты нам принес. Ну и рад был вас видеть в студии. Спасибо большое. Большое спасибо. Я хочу еще одну гостью пригласить. Но вы знаете, когда сейчас ищут министров для нового правительства среди иностранцев, происходит это потому, наверное, что доверия к прежним политикам нет. Но вот точно так же журналисты появились в новом парламенте, потому что доверия к прежним депутатам не было. Оля Червакова. Нет. Ну вы депутат парламента, еще не так давно шеф-редактор нашей программы. Оль, спасибо огромное. Очень рад тебя видеть. Видеть в новом статусе. Ну теперь уже не только журналисты, но еще политика. Спасибо вам, на самом деле. Я вот очень как-то непривычно пока что в новом статусе здесь находиться. Сейчас попробую адаптироваться. Скажи мне, вот та команда, в том числе команда журналистов, те новые люди, которые пришли в парламент, он обновился. Мы будем еще об этом говорить на две трети. Сможет она изменить что-то в стране? Вот ты много об этом писала, ты призывала к переменам. Теперь ты внутри, внутри парламента, теперь ты инсайдер. Каковы твои ощущения? Получится? Ну, тут насправді є такий дуже тонкий нюанс, від якого я бы хотела застерегтись всех своих коллег. Вот сейчас есть очень много таких переможных реляций. Ура, ура, новые люди пришли в политику. Да, это действительно свидетельствует о том, что в общественном существе существует кризис доверия до украинских политиков. Тому в парламент и выбирают журналістов, комбатів, общественных деятелей не потому, что они краще, а потому, что просто суспільство не доверяет этим политикам. Потому что в том числе, эти облички были из СОЗИ в СОЗИ. Да, конечно. Но вопрос в том, что насправді есть очень много больших небезпек. Например, мы сейчас, потрапляя в парламент, потрапляем в ту систему, которая существовала в Украине уже протягом 20 лет. И эта система 20 лет, она существовала на коррупцию, на хабарничество, на все эти вещи, против чего выступал Майдан. И насправді, никто же не сказал, что эта система не будет пытаться самозберегаться. И насправді, демонтаж цієї системы, он, да, на нас дійсно очень много сподеваний укладывается. Но для этого не достаточно, чтобы мы там просто были присутні. Треба провести нам, всем, насправді, очень большую работу над собой. Потому что все люди, которые сейчас в парламенте из старой влады, умовно, умовно, регионалы, которые голосовали за законы 16 сечня, они имеют определенный аппаратный опыт, они имеют определенные навыки, они знают, умовно говоря, в какой кабинет, в какой паперете за них. А мы этого не знаем. Мы пришли туда с такими очами, не знаем, в каких, там, до кого подойти. У меня не работала карта при голосовании за премьер-міністра. Я навіть не знала, куда мне бежать для того, чтобы этот голос за-за раховали. Вместе с таких... Они уже такие специалисты в аппаратных игр, как вам будет сложнее. Конечно, конкуровать с этими фаховцами аппаратных игр, для этого нужно не просто желание, а для этого нужно знать, знать досконало законодательство, регламент работы Верховной Ради, Конституцию, для того, чтобы конкуровать с ними на рівнях. Иначе эта система всех этих громадских активистов поглине, как она поглинула своего времени тех громадских активистов, которые были в предыдущем... Не поменялось сегодня, люди на Майдане говорили. Там сейчас, вот прямо в эти минуты, мой коллега Сергей Кудимов. Давайте мы связь дадим с Майданом. Дело в том, что сегодня на Майдане люди приходили, не просто вспоминая события годичной давности, но и приходили еще с протестами. Сергей Кудимов об этом подробнее. Сереж, что все-таки было, чего требовали люди? Кто приходил? Здравствуйте, Дмитрий. Ну, те мероприятия, которые происходили здесь, на Майдане, на залежности, на этих выходных, они уже закончились. Сейчас на Майдане немноголюдно. Вече было днем. И вот можем смело констатировать, что Майдан на залежности остается главной политической, народной трибуной, площадкой, где люди готовы демонстрировать свое желание держать руку на пульсе властей. И вот одно из таких требований, которые здесь прозвучало, это отставка генпрокурора Яремы. Недовольны активисты, что до сих пор никто не наказан из тех, кто причастен к убийству Небесной Сотни, из тех, кто причастен к разгону студентов здесь, на Майдане, 30 ноября. Очень возмущены тем фактом, который произошел буквально неделю назад, когда Печерский суд 21 ноября снял арест со счетов бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, а прокуратура отреагировала на это только через три дня. То есть у Арбузова было несколько дней, чтобы эти самые счета опустошить. Я напомню, что здесь вечером вчера собрались несколько тысяч людей на ночь памяти, зажигали лампадки в память о тех, кто погиб на Майдане, в память о тех событиях. Здесь были и один из символов революции, это бочки, в которых зажигали костер. Люди оставались здесь на ночь, а утром, сегодняшним утром, в Михайловском золотоверхом соборе состоялся молебен. Я напомню, что именно в Михайловском золотоверхом нашли укрытие те студенты, которых разгонял и потом преследовал Беркут. И вот что говорят люди здесь, на Майдане, на заложенности, их эмоции год спустя. Я проснулась утром, собиралась на работу, включила телевизор. Когда я увидела, как бьют людей, это было тяжело. Передаться все важко, все в души перевертается. Бывает, как проходишь, ком до горла. Больно, досадно, обидно, ужасно. Спасибо, коллега. Я хочу сейчас хронологию напомнить события годичной давности. Вот мы в той программе, которую я и ты тогда делали, мы показывали в прямом эфире, наши коллеги из ежедневных новостей делали спецвыпуски и днем, и ночью. Майдан 29-го числа сегодняшний мало отличался от того, каким мы вот сегодня его видим. Территория протеста была лишь площадка перед памятником на заложенности на Майдане. Это была акция, которую власти считали возможным игнорировать, а студенты тогда, по сути, требовали только одного – подпиши. Подпиши соглашение об ассоциацию. Но в ночь с 29-го на 30-е. Помните эти события? Помните эти кадры? Мирную акцию тогда разогнали. Разогнали невероятно жестоко. Беркут догонял и добивал ребят за несколько кварталов от Майдана. Уже на следующий день на улицах Киева ощущалось абсолютно другое настроение. Майдан блокировала милиция, но люди все равно решили не оставаться дома. Они вышли на другую площадь, на Михайловскую, к стенам собора, где студенты укрылись от беркутовцев. Здесь в ответ на милицейское насилие появились первые отряды самообороны. Разгон студенческого Майдана окончательно определил курс тогдашнего президента. Мол, никакой Европы, идем в союз с Россией. Этот выбор и жестокость, с которой он был сделан, вызвали протесты, в том числе и в самой власти. В ответ на эти события подал в отставку глава администрации президента Сергей Левочкин. 1 декабря на улицы Киева вышли уже сотни тысяч человек. Именно так начинались события, которые навсегда изменили страну. Оль, а вот тогда, год назад, какое развитие событий ты предполагала, когда ты узнала об этом? Чего ты ждала? На самом деле, год назад я была в Дениси. Ну, не год назад, а вот в те дни, как раз тогда Янукович должен был подписать соглашение об ассоциации. И вечером, накануне подписания, нас собрал, уже сейчас можно об этом говорить, на закрытый бифинг Арсений Деценюк. И сказал им о том, что его источники в дипломатических кругах сообщили ему о том, что... Ну, в общем, все указывает на то, что соглашение об ассоциации подписано не будет, и это уже 100%. В принципе, мы к этому были тоже готовы, нам было очень больно за этим наблюдать, и мы попытались прогнозировать, ну, как-то сконструировать, каково же будет развитие событий, какой будет следующий шаг. И мы, очевидно, логично задались вопросом, а что же делать с Майданом? Ну, ты помнишь, что там был один студенческий Майдан и один Майдан политический, и потом они объединились, ну, и частью этого Майдана руководили политики, в том числе сам Арсений Петрович. И он сказал, что, ну, наверное, очевидно, придется как-то с Майданом прощаться. Ну, я не помню, какая точная цитата была, но смысл заключался в том, что, очевидно, что Майдану уже больше нечего делать на Майдане. Поскольку идея европейской интеграции, ради которой они вышли... Да, поскольку тогда же звучали еще истории о том, что скоро саммит в Риге, вот, возможно, ну, там, украинские политики тогда пытались, точнее, власть тогдашняя украинская пыталась вводить за нос просто людей и говорить, что, может быть, в Риге подпишем, а, может быть, тогда еще что-нибудь придумаем. И, ну, было абсолютно очевидно, что уже вот это требование подпиши, о котором ты говорил, оно уже было ни к чему, как бы, да? А тогда ведь еще не было ни требований перезагрузки власти, ни требований отставки министров, которые появились как раз после разгона Майдана. И политики были не готовы к тому, что они появятся? То есть, вот, это первый раз, когда не люди пошли за политиками, а политики пошли за людьми? Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что, на самом деле, вот, у меня сложилось ощущение, что тогдашняя украинская власть, она вообще, ну, вот, как сама себя назло делала, да? Потому что абсолютно было очевидно, если мы журналисты и, там, тогдашние оппозиционные лидеры прогнозировали, что Майдан, ну, собственно, уже, ну, логический конец подходит, да? И людям, в общем-то, не было смысла там больше стоять, потому что требования были исчерпаны. То было абсолютно логично дождаться просто того, как люди разойдутся, и потом, там, уже перед Рижским саммитом, там, снова или выйдут, или не выйдут, там уже будет видно, да? Что же начало происходить на самом деле? Они разогнали Майдан жестоким образом. И, на самом деле, вот, мое убеждение, я уже год об этом говорю, что если бы не разгон студенческого Майдана, вот эта немотивированная жестокость украинской милиции тогда, то никакой революции... Уже стопик, которая всех нас потрясла, я просто помню свою ночь, я помню, когда я не спал, я помню, когда я просто, ну, сидел дома с айпедом, смотрел эти кадры, смотрел сообщения, и казалось, что, ну, это невозможно, это нереально. В моей стране этого быть не может. Ты же помнишь, полтора миллиона людей вышло на улицу в воскресенье тогда, не за ассоциацию с Украиной, с Евросоюзом, а уже за то, чтобы наказать виновных в разгоне студенческого Майдана, мирных демократов. То есть как раз вот этот разгон, этот Денин все изменил? Я думаю, что да, что это именно стало катализатором тех изменений, которые потом привели к революции, к тому, что Янукович сбежал, и к тому, что сейчас в Украине как-никак, но все-таки происходит перезагрузка власти, и мы имеем нового президента, новый Кабмин, новый парламент, и уже, несмотря на то, что люди, да, они протестуют, они имеют право протестовать. Действительно, если бы, вот, ну, я была на их месте, я бы тоже выходила сейчас на Майдан, я там была вчера, потому что это абсолютно логичное требование людей. Идти к власти и напоминать ей о том, что эти выборы парламента, эти выборы президента оплачены кровью украинских граждан. И новая власть, ну, теперь же мы вынуждены, обязаны об этом помнить, иначе просто нас, я сейчас не шучу, вынесут оттуда вперед ногами. И не в мусорном ведре, не в мусорном ящике. Потому что мусорный ящик в этой ситуации будет просто вип-ложи для тех, кто забудет о том, что они туда пришли на кровью украинских граждан. Оленька, спасибо большое, что была у нас новый депутат парламента. О других парламентских новичках, напомню, что парламент сейчас изменился практически на две трети, в нашем следующем сюжете. Обычно планируем на метро и пешком. Я очень сплю мало, часов пять. Драйка, это не мое, я больше люблю партизанскую войну. Ну, а в каком еще эти депутаты? Вот я не знаю. На руки мы получаем 4 900. Для Киева это не такая сумма, за которой можно нормально жить и не думать о коррепсовых войсках. Но мы не можем говорить о повышении заклада. На фронте комфортнейше. На фронте действительно люди один до одного ставляться, как побратимы. А в политике, я думаю, это тяжело очевидить. Нет, он спил, бачите. Добрый день. Так, где ты, вот это? Так, говорю, слава ищи, хорошо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому окопу пришлось сменить на депутатское кресло, кому даже сцену. Большую часть своего первого рабочего дня депутаты гуляли по куларам. В Пикериадах четверг затянулось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я завершив виконання своїх обов'язків. Служу народу України. Слава Україні! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я особисто буду голосувати за зняття надраканностями. Зараз не вчасно це робити. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоди депутатів будуть згашизані руки. Бо з ними можуть усі командувати, що захочуть буду з ними творити. Я от них не привык, поэтому мне легко от них отказуватися. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что из военных привычек у вас останется? Завтрашний койток? Да все, я военный. Якщо будуть голосувати в трибуны, чи піти так самі. Такого виключати ніколи не можна. Якби Ярош це виключався, взагалі був би носим. Большинство депутатов живут в квартирах, своїх или арендованих. Но многих новичков поселили в столичних отелях. Например, здесь гостиница Київ номер 100 450 гривен в сутки. Такие вот инструменты, которые я с собой взял. Вы себе так уявляли и работу депутатів, и власную работу Ради. Зараз залишается другий крок вівторок. Повністю сформувати уряд, комитеты, и негайно приступити до реформы. Ну вот такие хоромы. Как отметили вчерашний день? После окончания сессионного дня спустились в кинозалу. У нас была встреча нашей фракции с премьером. Шампанское было? На встречу бы нам раздали по бокалу шампанское. Что-то чуть-чуть меня напрягает, тут мало места. А миссия у нас историческая, потому что фактически государству надо строить землю. В подробности недели мы в прямом эфире, мы продолжаем. И вот давайте сейчас поменяем тему, поговорим о теме очень важной и очень неоднозначной. Уже в понедельник, на следующей неделе, в понедельник, вторник, среду, в Украине будет мониторинговая миссия Европейского Союза. Будет разбираться, как мы готовы к введению безвизового режима. Ну, не столько готовы, как мы к этому готовимся. Ну, и здесь очень много тем. Ну, во-первых, наверняка, каждого из нас интересует, что же будет с этим безвизовым режимом, когда мы с вами в Европу сможем ездить без виз. Во-вторых, важный вопрос. Ну, уже с первого января, с первых чисел января нам с вами обещали выдавать, ну, так называемые, чипованные паспорта, паспорта с чипом, которые якобы позволят ездить в Европу без виз. Я думаю, что явно уже будут очереди в первые январские дни, даже несмотря на праздники. Явно люди захотят эти паспорта на всякий случай получить. Но вот нужно ли это все? Когда в Европу будем ездить без виз? Давайте разберемся. Разберемся прямо сейчас. В студии наша гостья, председатель общественной организации «Европа без барьеров» Ленин Сувко. Здравствуйте. Добрый вечер. Доброго вечера. Спасы еще пришли. И по ходу к нам присоединится еще представитель Министерства иностранных дел. Узнаем официальную позицию. Есть важная тема, с которой я хотел бы начать. Вот знаете, сейчас многие европейские лидеры говорят, что они нас поддерживают. Европейские парламенты делают заявления о том, как сильно они на стороне Украины. Но тем не менее, есть информация о том, что самим украинцам визах все больше стали отказывать. Может бояться, что беженцами станут. По вашим данным, я знаю, что вы мониторите. Так ли это? Безумовно, есть такая проблема. С одного боку, Европейский Союз декларирует то, что мы готовы, власне, до запроваджения безвизового режима. Будем, швидше за все, наступного года. Однако, на уровне консульств стран-членов Европейского Союза, мы видим тенденцию ускладнения визового режима. Насколько гирше стало? Вы знаете, очень много скарг. Ревень отмыв, швидше за все, увеличился. Оскільки, скажем, до військовых подій на Сходе, цей ревень був всего 2%. Это достаточно низкий. Давайте мы это просто зафиксируем, чтобы людям было зрозумельней, что ранее ревень отмыв был 2%. Из каждого 100, кто подавался, лишь 2% отмывали. Это фантастично. Сколько сейчас? Мы не имеем официальности, однако мы можем, скажем, говорить про сближение в полтора раза. Полтора раза гирше стало. Так, но это не только единственная проблема, поскольку мы смотрим на то, как выполняется сегодня угода про спрощение оформления виз, которая действует с 2008 года между Украиной и Европейским Союзом. Те же есть проблемы? Те же есть проблемы. На жаль, не дивлячись на то, что фактически безвизовый диалог тревает. И Украина уже сегодня выполнила первую законодательную фазу так званого плану дизвизовой либерализации и перейшла до ее имплементации. Зворотного руха вы не бачите? Вы знаете, в принципе, с одного боку мы бачим, что количество загальновиданных виз, она увеличивается. Но для нас, экспертов, есть очень важный качественный показатель, что увеличилась количество многократных виз и двухстроковых. Чи увеличилась эта черта? Нет, на жаль, не увеличилась эта количество, потому что очевидно, что события на Сходе, військовая агрессия России, она вносит свой, скажем, негативный контекст. И, безумно, что консульство смотрится на визы через призму безопасности. А давайте мы людей почуем. Моя коллега Валентина Левицкая, она с людьми разговаривала под консульством. И как раз именно про то, о чем мы с вами говорили. Ну и так, ситуация с получением виз, сложно или нет, и ситуация с новыми экспертами глазами Валентины Левицкой и тех, с кем она говорила на этой неделе. Март 2014-го под чешским консульством в Киеве поют и танцуют дети. Это не концерт, а протест. Двум коллективам, которые собирались в Прагу на фестиваль, отказали в визах. С формулировкой «не докажена цель визита». Мы хотим танцевать! Мы хотим на фестиваль! Общественные резонансы и обращение в МИД заставили чехов поверить украинским детям. И на следующее утро юные артисты отправились в Европу за очередной наградой. Хрустальный кубок «Перлс оф Европы» на тот конкурс, куда мы ехали, мы завоевали в этот раз, уже получив эти визы. Это все международные награды. Мы каждый год, где-то по два раза в год ездим на конкурсы, всевозможные конкурсы. Мы представляем Украину. И хотя визовый вопрос тогда решился благополучно, в проездных документах юных артистов осталась черная метка. Которая в любой момент может закрыть нашим талантам путь в Европу. Вот буквально перед поездкой у меня закончился тот паспорт и мне сделали новый. И первое, что мне поставили в паспорт, это был отказ. У дверей польского визового центра во Львове люди приплясывают от холода. Я не могу выехать. Долго чекала на черзи месяц, пока я написала заяву. Теперь сдаю документы, не знаю, сколько еще тут буду стоять. Раньше эта женщина не раз бывала в Польше и получала визы без проблем. Но с октября Варшава ужесточила требования к документам и увеличила их перечень. Формально она требует такой же список бумаг, как, например, Германия или Франция. Но украинцы привыкли к польскому либерализму и не понимают, почему после подписания договора об ассоциации с ЕС въехать туда стало сложнее. Конечно, было простее. Не нужно было доведения с работы, рахунки в банку открытых, бронювание готелев в Польше, если мы будем ждать долго этого спрощенного режима, а вообще без визового режима. Потому что сейчас нестабильная ситуация в нашей стране. Количество желающих получить польский шенген, тем не менее, растет рекордными темпами. И уже приближается к миллиону человек только за этот год. Ужесточила визовый режим и Словакия. В прошлом году в консульствах запросто выдавали мультивизы всем желающим. Но спустя несколько месяцев эту практику прекратили. Дескать, туристы вместо красот Братиславы отправлялись смотреть Эйфелеву башню или Колизей. Прошлый год был исключением. Сравнивать можно 2012 и 2014 годы. В 2014 больше обращались за визами в сравнении с 2012. В 2013 году мы выдали почти 50 тысяч виз. В этом году пока 25 тысяч. Подача документов на шенген каждый раз лотерея. Но с 1 января в Украине начнут оформлять так называемые биометрические паспорта, по которым в Европу можно будет ездить без виз. Но это в теории. А на практике такие документы пока даже не начали печатать. Заранее заказать биометрический паспорт не получится. До 31 декабря включительно принимают заявки на документы только старого образца. Когда точно начнется оформление биометрических паспортов, тоже пока неизвестно. Еще не везде установлено спецоборудование. В государственной миграционной службе поясняют, традиционные загранпаспорта будут действовать параллельно с биометрическими. Биометрический паспорт с виду практически ничем не отличается от обычного. Та же синяя книжечка, в обложку которой встроен чип. На нем будет обязательная информация о владельце, например, оцифрованное фото лица и электронная подпись. А вот отпечатки пальцев – это дополнительная опция, которая вносится по желанию заказчика. В Молдове, к примеру, биометрические паспорта начали выдавать еще пять лет назад, а безъездовый въезд в Европу открыли только полгода назад. Многие украинцы опасаются, что их данные, например, электронную подпись, мошенники смогут несанкционированно снять с электронного чипа и затем использовать в преступных целях. На одной из пресс-конференций чиновники даже советовали людям носить биометрический паспорт в специальной металлической обложке. Но в госмиграционной службе нас успокоили. Доступ к чипу, будь-якого пристроя, в том числе компьютерного, происходит за графическим кодом. Графический код изображен в середине, в самом паспорте. Поэтому для того, чтобы компьютер получил доступ к информации, которая собирается на чипе, необходимо прикласти к соответствующему сканеру пристроя. Нужно прикласти к нему паспорту в открытом виде. Впрочем, биометрические паспорта – только одно из необходимых условий для безвизовых поездок в Европу. С 1 сентября мы точно не будем ездить до Европы безвиз. Когда это будет, я не хотел бы спекуливать. Мы должны продемонстрировать, что мы эти законодательные акты, которые мы приняли, мы их втёлюем успешно в жизни. Причины схованы в другом. И причины эти частково сами полягают в нашей незадатности забезпечить прозорое правосудие, забезпечить борьбу с коррупцией, забезпечить тотальную безопасность своих кордонов. Юные артисты, которые однажды отвоевали своё право быть в Европе, уже готовят новые номера и мечтают о новых поездках. Мы хотим безвиз в Европу! Валентина Левицкая, Вениамин Трубачёв, Марина Ковальник, Китай Сайко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и сюжет прямо сейчас обсудим. На связь с нами выходит Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины. Дайте связь, пожалуйста. Вечер добрый. Скажите, а вот получение паспортов, поможет ли оно безвиз ездить в Европу? Насколько эти две вещи связаны? Вы знаете, дело в том, что получить безвизовый режим мы можем только при условии выполнения определенных требований к нам. Первое требование, которое необходимо исполнить, это необходимо начать выдавать биометрические паспорта. То есть паспорта с биометрическим чипом. Сейчас это запланировано на январь месяц, и с января мы планируем начать выдавать гражданам биометрические паспорта. А Европейский Союз должен оценить их безопасность. И только после этого, на основе полученных исследований, они смогут принять решение о том, насколько они действительно являются безопасными и могут гарантировать идентификацию людей, которым они выдаются. Критерием для Европейского Союза будут отчеты их бизнеса о том, насколько более прозрачной стала обстановка в Украине и насколько снизился уровень коррупции при ежедневных выполнениях ими своими функциями, своих задач. Для нас очень важно, чтобы борьба с коррупцией была именно на том уровне, где оперируют бизнес и где находятся наши граждане. То есть это повседневная жизнь. Это то, с чем сталкивается каждый из нас. Вы знаете, о реформах мы говорили. О сроке вы можете назвать? Когда украинцы будут без виз ездить в Европу? Мы не сильно рассматриваем негативный вариант развития событий, потому что мы все-таки рассчитываем на то, что совместными усилиями с Европейским Союзом мы сможем добиться очень существенного прогресса. Более того, у нас есть основания быть оптимистичными. Конечно, очень многое зависит от совместных усилий нас здесь, внутри Украины, о том, насколько будут слаженно работать органы по имплементации решений, связанных с биометрикой, как будут хорошо оснащены центры по выдаче биометрики, насколько мы сможем обеспечить идентификацию людей и насколько это будет соответствовать всем международным требованиям. Но сейчас, на данный момент, мы настроены на то, чтобы на май выйти на решение Европейского Союза о предоставлении Украине безвизового статуса, а на сентябрь или октябрь выйти уже на то, чтобы украинцы могли путешествовать с биометрическими паспортами и без необходимости получать визы. Ну, сентябрь это радует. Спасибо вам большое за включение. Пожалуйста. Скажите, а вот сроки, которые в МИДе называют, они реальные? Я напомню нашим зрителям, МИД прогнозирует, что в мае подпишут договор, в сентября сможем ездить. Я думаю, что целиком оптимистично ожидать в травм, однако я думаю, что швидше за все процесс перенесется на осень, адже до тех заданий, которые сегодня предназначены планом действия визовой либерализации, долучились новые выклики. И, соответственно, ЕС будет обратить внимание на то, как уряд сегодня... А все-таки, какой месяц? Я думаю, что целиком это может быть и вересень, и листопад наступного года. Прекрасный прогноз. Сентябрь, ноябрь, декабрь следующего года. Эксперты считают, что сможем поехать в Европу без виз. Спасибо большое за ваше мнение. Мы уходим на рекламу ровно на 9 минут. Не переключайте. Встретимся. Смотрите далее в подробностях недели. Кто Байдена видел? Какой ультиматум поставили американцы украинским властям? И почему теперь будут контролировать каждый цент? Есть доказательства, что деньги иногда использовали не по назначению. Жизнь в кредит. Запад даст нам деньги. Но какова цена вопроса? По обе стороны границы. Специальный репортаж из Финляндии. Че это все? Просто ужас. Не пропустите. Главные темы. Подробности недели. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. И очень важная тема сейчас в продолжении нашего разговора о реформах, об их отсутствии. И о тех новых людях, в частности иностранцах, которые могут появиться в украинском правительстве. Все больше в западных изданиях. Я просмотрел многие, которые вышли на этих выходных. Появляются мысли. Пишут об этом и журналисты, и политологи, и даже дипломаты, которые традиционно сдержаны в оценках. Пишут, что от Украины могут отвернуться. Отвернуться не потому, что поддерживают. Отвернуться не потому, что на европейские страны давит Россия. А только потому, что у нас не видят реформ. И если не увидят их в дальнейшем, то на самом деле могут посчитать, что то внимание, которого просит Украина, она недостойна. Это прямая цитата из недавней публикации Стивена Пайфера, бывшего посла Соединенных Штатов в Украине. Человека, который на сегодняшний день наверняка является одним из самых лучших экспертов по Украине в Соединенных Штатах. Прямо сейчас в нашей студии Алексей Рябчин, народный депутат, новоизбранный народный депутат. Ну, вот Оля Червакова у нас уже тоже была в студии. Новый народный депутат. Человек, который был на встрече с Байденом. И на связку с нами, с Вашингтоном, Мирославом Гонгадзе, ведущая «Голосу Америки», украинской редакции «Голосу Америки». Мирослава, вітаю. Че ты с нами? Вітаю. Вітаю вас. Вітаю, глядачей. Так, дякую. Чудово выглядаешь. Дякую дуже, что приедналася. Такая чудовая вашингтонская погода. Нам бы ее. Скажите, будь ласка. Добрый, до серьезных темп перейдемо. Я видел ваш пост в Фейсбуке. Вы писали о том, прямым текстом, что на встрече с гражданскими активистами вице-президент Байден сказал о том, что по-прежнему Соединенные Штаты будут поддерживать Украину, но будут теперь уже контролировать каждую копейку. Мирослава летела с Байденом в летаку и тоже в своем Фейсбуке написала про то, что много про что говорило сам на сам, особисто и с вице-президентом. Я хотел вам обоим поставить вопрос. Чи не было у вас после этого визита, после ваших разговоров, ну не только с Байденом, с другими людьми, ощущение, что дедлайн для проведения реформ, дедлайн для того, чтобы что-то изменить в этой стране, он не через месяц, не через три, не через шесть, как там много кто из политиков каже. Дедлайн уже сейчас. Алексей. Да, во-первых, не с гражданскими активистами, а с новоизбранными депутатами. С новоизбранными депутатами, прекрасно. Да, Пайден встречался и с теми, которые вышли из профессиональности, а с гражданского общества. Я могу сказать, что одна из причин, почему я пришел в политику, это было то, что я видел, что эти реформы, которые должны были делаться, они не делались. Я работал шесть месяцев в Украинском президентном медиа-центре по проекту «Коммуникация реформ» именно с иностранными медиа, так как у меня был опыт работы, в том числе с корреспондентами «Вашингтон-Пост». И мне было очень трудно коммуницировать эти реформы, потому что фактически у нас их и не было. И когда иностранцы спрашивают, а что у вас произошло со времен изменения Майдана, где те деньги, которые украли, вы говорите, где они возвращались, где те коррупционеры, которые были посажены, что произошло. Очень было трудно отвечать на эти вопросы. И я видел свои знания как профессионал, свои навыки, которые я могу применить. Действительно, есть проблема. Действительно, люди и депутаты понимают. Мне кажется, есть понимание и у премьер-министра, и у президента о том, что нужно делать эти реформы. И даже при всем уважении к Байдену, это не только его слова, а это то ощущение, которое преследует нас. И это действительно нужно очень срочно делать. Вы знаете, в нашем правительстве уже 9 месяцев говорят о том, что нужны реформы. К сожалению, во-первых, пока что нет результата. Во-вторых, вот те публикации, которые я видел, мы будем буквально после разговора с нами говорить со Стивеном Пайфером, многие разочарованные говорят, что Европа может отвернуться, если они наконец-то не увидят реальных шагов, что... Мирослава, есть у тебя впечатление, что терпец уже увернулся, что на Капитолийских холмах, в Фогібо, там, они втомились от того, что Украина много обещает, что ее поддерживают, но ничего не двигается? Нет, вы знаете, такого чувства у меня нет. И туда, и назад. И хочу вам сказать, что когда по дороге туда, он чётко сказал, что уряд Украины и президент Порошенко насправді выполняют все свои обязательства, которые до этого дали. Зокрема, которые касаются кризис на Сходе и, вообще, урядувания. Они, Соединенные Штаты и Захид, очень хорошо понимают, что очень сложно сейчас, оскільки необходимо было проведение и президентских выборов, необходимо было проведение и парламентских выборов. Все это требует очень большой внимания и, понимая, что наиболее внимания берет кризис на Сходе и агрессия Росии. Но разочарований, как такого, нет. Соединенные Штаты говорят, что на сегодня Порошенко и уряд выполнили все обязательства, которые дали в отношении до Минских договоренностей, не выполняют обязательства Росии. С другой стороны, реформы. Реформы очень важны и просят и говорят, что проведите реформы не потому, что там какие-то особые требования. Просто они говорят, что если вы не проведете эти требования, мы не можем вам помочь. Допоможите нам, дайте нам возможность дать вам больше денег. Вице-президент Байден, конечно, чётко сказав такую формулу. Шесть дней, шесть месяцев. Он говорит, что если вы не проведете реформы быстрыми темпами, то вы можете втратить страну. И именно с этим меседжем он приехал до Киева. И именно этот меседж он передавал нашим урядовцам и президенту Байден. Мирослава, а че почули в Киеве цей меседж? Какое у вас было выражение? Ну, вы знаете, у меня таке выражение... Складно, я не могу сказать чётко, че почули. Я бачила, что и разговаривала с некоторыми посадовцами. Они были разочарованными, потому что у меня таки было выражение, что украинская страна очікувала очень чётких заяв и очень больших обещанок. В частности, что до надания помощи этих обещанок не послушало. Військовой стране, да? В частности, визит, ну, в частности, військовой, так же финансовой, на самом деле. Слово в том, что Соединенные Штаты сейчас очень активно работают. Білий Дім очень активно работают с европейскими партнерами и международным валютным фондом для того, чтобы гарантировать следующий транш-кредит в Украине, а также кредитные гарантии на еще 1 млрд долларов. И проблема в том, что если не будут проведены хотя бы частково реформи, если не начнется чёткая борьба с коррупцией, СССР очень сложно будет объяснить и МВФ, и своим европейским партнерам, что на самом деле нужно продолжать солидную помощь Украине. Вот в этом и суть проблемы. Скажите, та фраза, которая якобы прозвучала на встрече с Байденом, что Соединенные Штаты по-прежнему будут помогать Украине, но намерены контролировать каждую копейку. Это так? Это было сказано? Малатова это было сказано не только Байденом, а и нами, как депутатами, которые понимают, что контролировать нужно контролировать, и этот контроль может стать фактором стимулирования действительно, что нужно проводить эффективную реформу. Я бы три вещи отметил, которые в том числе были на встрече с Байденом. Первое, он сказал, никто не ожидает, что Украина завтра проснётся новой страной. Вы просто начните выполнять свои домашние ожидания и просто идите. Никто не говорит, что побегите. Просто начните идти и всё. Вот это то, что от вас ожидает. Второе, и эта фраза, наверное, Байдена больше всего меня лично вдохновила, это то, что от успеха наших реформ украинских зависит вообще судьба Центральной Восточной Европы. На нас смотрят россияне, на нас смотрят грузины, на нас смотрят белорусы, на нас смотрят Молдова и вся Восточная Центральная Европа, ну и, наверное, весь мир. То есть сейчас понимание того, что мы ключевая страна, ну не только в регионе и в мире, и от нас, собственно говоря, и зависит, что дальше будет, это есть, это присутствует. И это очень сильно вдохновляет, но это очень сильно ответственно. Ну, это от вас тоже зависит от новоизбранного народного депутата. Мирослав, у меня короткие остальные запитания. Ваше відчуття из Америки, сколько украины, как у человека, ну, у которой душа болит за Украину, я щиро это знаю, сколько украины есть часу на реформы? Мы тут говорили программу, че дві тому, с представителями Министерства внутренних справ, нам сказали, что, ну, там, мы рассчитывали реформу до 2016, мне кажется, року. Чи есть у нас этот час до 2016, чи есть у нас этот час до лета? Ні, на жаль, у нас такого часу немає, але якщо реформы начнутся, якщо начнется чітка і відкрита, і відверта, і чесна борьба з корупцією, то підтримка буде продовжуватися. Зрозуміло, ніхто не очікує, що реформи відбудуться миттєво, але їх треба розпочати, треба розпоказати реальні результати. І перш за все, перш за все, це урядування, тобто прозоре урядування. Друге, це відкриття бізнесу, це зняття обмежень для реєстрації бізнесу. Це сприятиме залученню більших інвестицій, це зменшить вплив олігархів, і таким чином Україна може дуже швидко стартувати з новою силою. Але це треба робити, такі перші дуже важливі кроки треба робити буквально в тижні і місяці. Ну, видите, как наші гости достаточно оптимистично настроені. Спасибо вам за цей оптимизм. Сейчас ми зможемо с вами посмотреть інтерв'ю со Стивеном Пайфером. Інтерв'ю достаточно откровенне, містами резке, і Стивен не скрываєт свій обеспокоєнності. Давайте поймем, почему. В своєм посліднем посте в соцсеті ви написали слова, які зараз на устах у многих українців. Правительство должно поторопиться с неотложними реформами. Скажіть, а наскільки це срочно? Скільки у нас времени? К реформам следует приступити безотлагально. Важно, щоб после формування нового правительства поспішили с реформами, например, с економическими, в частности, в енергетике. Також нужна децентрализация власти і меры по борьбе з коррупцією. Це важно не тільки, тому що в вашій країні конфлікт з Росією і проблеми на Востокі. Необходимо, щоб Україна почала реформы, щоб нормально работала економіка. Хоча не тільки це імеє більшо значення. Ви должны понимати, якщо українське правительство не почнє дістувати, то воно потеряє підтримку в Україні і стане терять підтримку на Западі. А коли дедлайн? Многі наші політики кажуть, що провести серьезні реформи за нескільки місяців просто невозможно. На Западі ніхто, конечно, не називає конкретні даты. Але боюсь, якщо в ближайші місяці ми не увидим серьезних шагів, люди будуть думати, що ще одна можливість упущена. Чому Україна в такому тяжелому положенні? Тому що за останні 23 роки лідері країни практично не проводили необхідні реформи. Це і зробило країну уязвимою. Якщо правительство і далі буде медлитися реформами, Україна останеться слабою. В своєй недавній статті о парламентських выборах в Україні ви написали, що Западі ожідає стремітельного прогреса в реформуванні України. А що буде, якщо нове правительство не оправдає цих надіжств? Більші економістів считають, що Україні понадобиться доповнительні средства, помимо кредитів Международного валютного фонда. Наскільки я знаю, на Западі готові рассмотреть таку можливість, але тільки при чітком пониманні, що українське правительство продвігає бістрі реформи. Недавно в Києві побував вице-президент Джо Байден. Як кажуть те, хто з ним общався, Байден заявив, що США хочуть профінансувати змінення в Україні, але будуть считати кожну копійку. Стивен, відкуде це чувство недовері? В чому причина такого розчарування? Одна з причин, тому що Международні фінансові інститути тепер будуть внимателі мониторити в відділінні средств для України, це відчування і є деказателі, що в прошлом ці деньги використовували не по назначенню. Средства, які МВФ направлял на проведення реформ, уходили і втратили на інші інститутні на інші інститутні. Тому фінансування намерені тщательно проверять. Зараз невероятні можливості для парламента, правительства і президента роботи вмісті, продвігати реформи. І, як мені кажуть, судя по тому, що я бачу на расстоянии в 8 тисяч кілометрах, народ України готов к реформам і розуміє, що буде тежло. Він важливо проявити выдержку і терпення в цей период. Україну ожідає нескільки дуже трудних років, але це время потрібно пережити, щоб політи нормальну ростущу економіку. Кому, як не вам, знать, о чому говорять істочники на Капиталістському холмі і в Белому домі? Возможно ли, що, якщо Україна не почнє немедленно двигатися в правильному направлі, руховодітелі в Євросоюзі і США зададуться вопросом, стоїть ли Україна того внимання і той підтримки, о которой просить? Боюсь, така можливість і существує. Помніте, 10 років тому, після Оранжевої революції, Україна не змогла виспользовуватися своїм шансом. Я считаю, що, якщо Україна впустит 2-й шанс, це буде такий позор. Українці знають, що необхідні реформа. Нужна лише політична воля, щоб провести змінення. Якщо в какой-то момент українське правительство не совершит эти преобразования, Запад сделає вивод, що Україні буде слишком тяжело помочь. Мені б дуже не хотілося, щоб це збудувалося з Україною. Більшість і последній питання. Що ви скажете об українських лідерах? Появились люди нового поколення? Могут ли вони змінити країну? Як це видять в Вашингтоні? Каково ваше мнение? Не можу говорити от імени правительства США, але, як мені кажуть, в Вашингтоне понимають. Такі люди, як Петр Порошенко, прем'єр-миністр Яценюк, понимають трудність ситуации, в якій оказалась Україна. Вопрос в тому, можуть ли вони вести страну, з точки зрення головной цели – реформ. І получат ли вони мощну підтримку парламента в некоторых вопросах. Дуже касательно змінення Конституції, що введе Україну на правильний путь. Є надежда. Коли офіціальні представлі США посіщають Київ і общаються з представниками української власті, їм говорять о необхідністі проведення жістких реформ, зберіження з Європейським Союзом з допомогою імплементальної соглашення об ассоціации. Американські чиновники видять такі стремлення і считають це правильним. Тепер вони хочуть уявити практичні шаги в цьому направлі. Дякую, що уделили час і були з нами. Я спробуюся бути оптимистом, і я уверен, що в следующі полгоди Україна оправдає цей оптимизм. Дякую, що пригласили. Ну і, як ми з вами убеділись, поговорив з Вашингтоном, Запад нам, конечно, допомогає, підтримує нас і фінансово, і політично, але наверняка це буде не безконечно, тим більше, якщо в країні не будуть працювати реформу. А вот коли ми самі зможемо себе обеспечувати, скільки ще Запад зможуть фактично содержати нашу країну? Спросимо об цьому. У політиків, які прийшли в новий парламент, і напомню, правила прості, ко всім один і той же вопрос, у каждого порядка полутора минут на відповідь, і где-то секунд тридцять, щоб прокомментирувати виступлення других учасників или зробити замечання. І так, начнем. Оксана Протан, блок Петра Порошенка. Завдання нового парламенту, завдання нового уряду саме в тому, щоб створити умови, щоб кожна людина, яка хоче працювати, кожна людина, яка може працювати, мала вільний доступ і до робочого місця, і заробляла не на корупційних схемах, а заробляла саме як найменний працівник, або як підприємець. І тільки тоді, коли наша економіка звільниться від корупційного цієї величезної складової, і Україна зможе сама себе забезпечувати. Тому перше і головне завдання, яке я бачу, яке бачить блок Петра Порошенка, яке бачить перед собою партію «Удар», це створити умови для розвитку економіки. Створити умови для людей. Пані Оксана, я вас переб'ю, але це завдання на роки. І будь-який уряд, і минулий, і позаминулий, вони всі говорили, що ми маємо створити умови для розвитку економіки. Насправді, не так багато для цього треба. Потрібна політична воля, яка є, і потрібні люди, які будуть це робити. Я таких людей знаю, я себе відношу так само і свою команду до цих людей. Головне не чекати грошей від когось, головне заробляти їх самим. Олександр Киш, представитель Народного фронту. Скажіть, ну вот ви, представитель партии, которая получила сейчас пост прем'єр-министра, як ваше політична сила намерена действовать? Ми не перші йдемо по цей дороге. Восточноевропейські країни вже цей путь пройшли, і нам потрібно просто, не изобретая велосипеда, діювати таким же образом, як успішно діювали Польща, Венгрия, Чехія, Словакія, Більше, Йогославія. Получилось у них, значит, получится і у нас. Первоочередним заданием является, действительно, борьба с коррупцией. При этом здесь необходимо не просто совершеннится законодательство, но необходимо, что же действующее законодательство сработало. Необходимо 2-3, может быть, 4-5 резонансных посадок тех, кто излишне зарвался. Пока кого-то из высших чиновников не посадят, антикоррупционное законодательство не буде действовать. Необходимо, безусловно, именно этим показать, что мы готовы к реформам, и чтобы инвесторы не пугались Украины. С другой стороны, для этого же необходимо реальное изменение налогового законодательства, упрощение налогового законодательства. Должно быть резко уменьшено количество налогов. И тогда будет действительно создаваться благоприятный климат для инвестиций, который позволит достичь того же, чего уже достигли и в Прибалтике, и в Польше, и в Чехии, и в Словакии. Виктор гласил крадикальная партия Олега Ляшко. Пане Виктору, скажите, вы поддержите то, что ваш коллега сейчас говорит, про резонансные посадки, без которых, начебто, ничего не будет? Ну, безумовно, это одна из складовых. Но что очень важно, что мы должны очень четко сегодня сказать, мы должны прекратить жить в борг за рахунок закордонных кредитов. Потому что сегодня обслуживание закордонных кредитов, государственных обязанностей в бюджете 10%. Это в 2,5 раза больше, чем мы витрачаем на оборону. Эту практику нужно прекратить. Вместо этого нужно создать мощные инвестиционные стимули, для того, чтобы рабочие места создавались в Украине. Для этого нужны те инструменты, которые, в том числе, за наполяганиями, перед всем за наполяганием Радикальної партии, закладены отдельный блок, прискоренный экономический розыск. Пан Виктор, скажите мне, но сегодня мы говорили с паном Пайкером. Американцы говорят, что у нас буквально несколько месяцев это зазор для того, чтобы провести реформи. Вы сейчас скажете про завдания, которые на руки рассчитаны. Сегодня, как сказал генерал Деголь, модернизация или смерть. Поэтому, дешевление кредитов для национального производства, специальные режимы стимулирования податков, для того, чтобы произошла реальная деофшоризация экономики, создание стимулей для производителей в Украине, чтобы они тут виробляли продукцию, чтобы мы были производительной платформой для Европы. У нас на это действительно месяц, чтобы закласти это законодательство, которое должно работать уже с следующего года. У нас нет времени на раскачку. Мы должны сделать мощный фундамент для доброго украинских граждан, а не просто брать за кордонные кредиты и проедать их. Дякую. Андрей Жужи, представитель самопомощи новой политической силы, которая появилась в этом парламенте. Пане Андрей, ну, вы, как человек, которая и с бизнесом работала, и с инвестициями, и с финансами, что вы скажете? Я хочу сказать, что мы должны відмовиться от бесконтрольного наращивания государственного борга и зарядиться на пощуку внутренних ресурсов, в первую очередь, за рахунок скорочения выдатков государственного бюджета и создания умов для увеличения доходов. На наш взгляд, это можно сделать, по-перше, шляхом впроваджения прозорих электронных государственных закупов, для того, чтобы каждый граждан Украины знал, что государство планует закуповывать через месяц, через піврока, через рік. Другая, это прозорость бюджетов, как государственного бюджета за выдатками, так и местных бюджетов. Третья, мы должны говорить о том, чтобы мы наконец-то перестали датировать наш нафтогаз и запровадили экономически обрученые тарифы в житлово-коммунальной сфере с одночасной целью поддержкой тех жителей Украины, которые того потребуют, при том, безумовной поддержкой. Четвертое, я поддерживаю, когда мы должны провести податковую реформу, но чтобы обеспечить стабильность и предъявление податкового законодательства, мы должны говорить о том, что экономика наконец-то должна выйти из цены, а доходы нашего населения должны быть прозорыми, и из них должны сплачивать из податков. И пятие, остальное, мы должны на всех уровнях государственного управления проводить электронное врядувание, за счет чего скоротить надмирный государственный аппарат и поднять заработную платную государственных службовцев до уровня приватного сектора. И создать стимули для того, чтобы в государственный сектор пришла молодь, которая хочет работать и не связана в старых коррупционных схемах. Борис Иванович Тарасюк, представитель Батьківщины. Пане Борис, ну, вы, как колешний министр закордонных справ, что вы скажете? Ну, сама постановка, запитание, сколько еще Захід мает нас утримать, для меня, как для громадянина, звучит дещообразливою. Мы не должны думать о том, что нас кто-то будет утримать, а мы должны строить свою государственную экономику в таком способе, чтобы заработать деньги. Наш государственный борг, на мою думку, подходит уже до очень опасной межи. Лише наступного року треба віддавати 9 млрд доларів. Ми знаємо, в якому стані знаходиться Національний банк. Тому треба зробити наголос на проведення, негайно проведення реформ. Кредит довіри у суспільства до нового уряду існує. Кредит довіри на закордону існує. Треба скористатися цим кредитом довіри і без розкачки відразу починати приступати до проведення кардинальних реформ, які впродовж декількох місяців можуть створити базу для зростання нашої економіки. Незвичайно, що для цього потрібен мир в країні. Николай Леонидович Курик, представитель оппозиційного блоку. Скажіть, ну вот какова позиция оппозиції в этом парламенті? Будете ли ви поддерживать те меры, которые ваши коллеги перечислили? Или буде какой-то спор, будет противостояние? Хочу нагадати своим коллегам, що діючий прем'єр, якого коллеги обрали прем'єр-міністром, виконує свої обов'язки прем'єр-міністра з лютого місяця. І з лютого місяця ми не бачили жодної реформи в нашій країні. Діючий уряд прийняв країну з доларом по 8 гривень, передав новому уряду майже по 16. У нас є досить серйозні проблеми стосовно фінансування державних видатків державного бюджету. Що стосуючи запозичень, то і президент, і спікер, і прем'єр-міністр говорили про те, що одне з основних завдань уряду це саме пошук нових запозичень і саме переговори з міжнародними фінансовими інституціями щодо отримання нових запозичень. Важливо, щоб ці запозичення пішли саме на розвиток економіки, на розвиток інфраструктурних проєктів. Ті реформи, які зараз інші наші гості перелічували, ви готові їх підтримувати? Ви знаєте, я не почув реформ. Я почув окремі кроки. З окремими кроками я погоджуюсь. Але це не програми реформ. Я вважаю, що прем'єр перед тим, як ви його затверджували, тому що наша фракція не голосувала за прем'єр-міністра, повинен бути сказати свою чітку програму своїх дій. Не тільки коаліції, а всьому парламенту. І ми повинні мати календарний план затверджений саме тих законодавчих акцій, які потребує держава. І я, ви знаєте, я не почув від колег законопроєктів стосовно соціального захисту наших громадян зовсім. І коли я від колег почув, що ми повинні перестати дотувати нафтогаз, то я, шановним колегам, скажу, що саме видатки по нафтогазу є одним із основних в нашому державному бюджеті. А давайте ми, колег, почуємо, пані Оксано, ви хотіли заперечити. Я хочу прокоментувати, сказати, насправді, вперше в історії України прем'єр затверджувався коаліцією, яка має коаліційну угоду на цілому переліку реформ. І насправді всі ті завдання, які перед прем'єром поставила коаліція, є в коаліційній угоді. І там крок за кроком в різних напрямках визначено, що повинен робити прем'єр, і як ми це будемо робити разом? Одну минуту, я хотів би к Харкову обратися. Гсподин Кирш, ну, вот, вспомнили прем'єр-миністра, явно, ви хотіли би, якщо, отреагувати. Я хотів би отреагувати на те, в якому стані була получена економіка від прежній власі. Нужно мати віду не тільки курс, котрі держали зубами ценою розворовання, в тому числі золотовалютних резервів, но і то, що ми получили країну з розворованна економіка, з дикій корупцій, золотовалютні резерви за нескільки років предідущі власні снизились в рази. В результате правительству нічого не оставалось, як перший етап, в общем-то, ставити акценты на вынужденных з-за того, какой нам досталась економіка на кредитах, а сейчас ми переходимо в більш серйозній части, коли ми должны від кредитів переходити к інвестиціям, це принципіальний момент, і, соответственно, іменно для інвестицій треба змінити і налогові законодавість, і примінять антикоррупційні законодавість. Ніколай Леонич, Вас колеги убедили? Я смотрю, Ви так скептически слушаєте це все? Чесно скажу, я не вижу вот, именно чіткого подхода з точки зрения того, как будут делаться реформи. Есть отдельные фрази, хорошие фрази, хорошие мысли, но вот у Джека Лондона есть такая фраза, когда есть хорошая идея, у нее есть только одна проблема, очень сложно реализовать. Вот так, как ставят вопрос мои коллеги, я не вижу тех путей, как они собираются эти вещи реализовывать. Я хотів би до всіх гостей звернутися. Скажіть, будь ласка, у нас вже практично немає часу. Якщо говорити про ті два-три місяці, які нам на проведення швидких реформ відводят американцы, что можно и что реально сделать, чтобы изменить и свету показать, что мы способны реформы, и что изменить в стране. Паня Оксана, вы могли бы перелечить два-три реформи, которые реально и важны сделать? Я могу назвать сразу, ну, я скажу, три. Первое, это судовая реформа, мы должны, как минимум, начать и первый этап провести. Другое, это звольнение экономики від коррупційного тиску, податкова реформа и обов'язково боротьба с коррупцией на всіх абсолютно щебелях. Александр, вы могли бы перечислить две-три реформы, самые главные, самые важные с вашей точки зрения? Упрощение налогового законодательства, соблюдение уже имеющегося антикоррупционного законодательства и его практическое применение. Только это позволит привлечь инвестиции, через инвестиции добьемся достаточно быстро того же уровня жизни, который уже добилась Прибалтика и Восточная Европа. Пане Виктор. Судовая антикоррупционная реформа, встановление потужных стимулов для национального товара-виробника. Это то, что нужно делать прямо сейчас. И радикальная реформа государственной службы, для того, чтобы выкоренеть причины коррупции и забезпечить профессиональный государственный менеджмент. Пане Андрій, две-три реформи, которые можно сделать, реально сделать за ближние месяцы? Первое, это борьба с коррупцией. Другое, это государственные закупки. Третье, я согласен с коллегами, что это судовая реформа и реформа органов правопорядка для забезпечения невидворотности покарания. И четвертое, но, наверное, что самое важное, это наша оборона. Борис Иванович, это, я согласен с коллегами, судовая реформа, податковая реформа, реформа правоохоронных органов, это то, что должно быть сделано негайно, для того, чтобы достигнуть желающего результата. Николай Леонидович, одна реформа, которую Вы готовы поддержать, возможно, вместе с коалицией, одна реформа, на которой Вы будете настаивать. Вот очень кратко, пожалуйста. Мы готовы поддержать, в первую очередь, вопросы антикоррупционного законодательства, мы готовы поддержать вопросы податковой реформы, и мы готовы поддержать вопросы о децентрализации влады и административной реформы. Спасибо большое всем, нам важно было Вас услышать, ну, и самое главное, что бороться с коррупцией готовы все, в перечне тех главных реформ, которые можно, нужно, необходимо сделать за ближайшие 2-3 месяца. Есть борьба с коррупцией, об этом сказали представители всех политических сил, ну, и что очень важно, и оппозиции, и представители тех сил, которые вошли в коалицию. Спасибо, что были с нами, спасибо за Ваше мнение. Продолжим и сменим тему, давайте подальше от политики. Есть дата, 75 лет назад Советский Союз напал на Финляндию, ну, вроде бы, давно минувшие события, которые, казалось бы, могут быть интересны, ну, кому, ну, разве что только историкам. Ну, вот, что любопытно, и та война, и то, что мы наблюдаем на Донбассе, вот, словно прописаны под копирку. Во-первых, это необъявленные войны, когда в Финляндии, вот, кадры архивные, уже активно шли бои, Советский Союз на всех уровнях заявлял, мы ни при чем, наших солдат там нет. Ну, согласитесь, напоминает сегодняшний день, это украинские кадры, мы намеренно их сделали черно-белыми. Ну, вспомните, когда в ООН Россия пытается опровергнуть очевидное, происходит это, и там происходило, и здесь. Это можно было бы счесть совпадением, если бы не другие факты. Вот, смотрите, на захваченной части Финляндии Москва создала так называемую Народную Республику. И у нас возникли вдруг ДНР и ЛНР. И еще, до боли похожа пропаганда. Каждый советский человек вот тогда, 75 лет назад, был убежден, что Советский Союз не напал, он освобождает финнов. Ну, то же самое прокремлевские СМИ воспитывают и в гражданах России сейчас, говоря о том, что происходит на Донбассе. Исторические параллели провел Роман Бочкала. Они должны были стать Северной Новороссией, а превратились в одну из самых развитых стран Европы. А все потому, что Финляндии удалось высадить противостояние с российским агрессором. Очень схожая ситуация с нашей. Ровно 75 лет назад только на финнов вместо зеленых человечков напали человечки в белом. Финны догадывались, Россия ищет повод развязать войну. Поэтому маршал Меннергейм принял решение отвезти артиллерийские орудия на расстояние более 25 километров, чтобы даже теоретически не было возможности обстреливать Советский Союз. Но спецотряд НКВД сделал свое дело. В результате спланированной провокации советские войска нанесли семь минометно-артиллерийских ударов по своей же территории. Четыре красноармейца погибли, семь получили ранения. На следующий день финского посла в Москве вызвали в Кремль и объявили о разрыве дипломатических отношений. Правящие круги Финляндии превратили эту страну и прежде всего Карельский перешейк в готовый военный плацарм для нападения на Советский Союз. Мы не собирались сдаваться. Нарплатился, забыв о противоречиях. Мы понимали, что только вместе сможем противостоять нависшей угрозе. В Швецию были отправлены 30 тысяч детей, и тогда наши женщины смогли полностью посвятить себя помощи фронту. Главным образом шить военную экипировку, потому что финская армия была голой. Мы не ждали войны. Темнеет в Финляндии ирана полярная ночь, поэтому сейчас не так поздно, как кажется, а едем мы на очень интересную встречу. Вот на этой ферме всего в нескольких километров от границы с Россией живет один из ветеранов той зимней войны. Проходите. Чего стоите в дверях? Окей, Первое, что я вспоминаю, это страшный холод и отсутствие сна. По нескольку дней, ни минуты отдыха, было страшное напряжение. По расчетам советского командования это должен был быть Блицкриг. Быстрая победоносная война с завершением кампании в Хельсинки в дню рождения Сталина. А вышло иначе. Хотя перевес сил был просто колоссальный. Вдуматься только на один финский самолет приходилось 25 краснозвездных крылатых машин, а на 30 финских танков в 2000 советских. В итоге почти все они были сожжены. Приход русских приветствовали только немногочисленные местные коммунисты. Многие из них были агентами Москвы. Они пытались раскачать финское общество изнутри, разъединить на группы, но им этого не удалось. Мы понимали, советы вторглись по надуманному поводу. Количество русских поражало, их было в разы больше нас. Но у нас было важное преимущество. Мы изражались за родную землю и знали каждый ее клочок. Это беженцы? Я вижу в санях только мать и дети. Где же муж? Все мужчины из числа населения оккупированных районов были в армии. Кто как не они должны были защищать родной край? Любой финн вам скажет, решающую роль в зимней войне сыграл маршал Маннергей. Министр обороны, которому президент Финляндии не побоялся доверить всю полноту власти. А опасаться в политическом смысле было чего. Ведь следующим главой государства стал именно Маннергейм. Подобно как Шарль Деголь во Франции. Финны уверены, если бы не сила личности Маннергейма и решительность его действий, то кто знает, возможно, Финляндии не удалось бы сохранить свою независимость. А вот что касается так называемой линии Маннергейма, то ее роль существенно преувеличена. Да, это мощнейшая линия оборонительных укреплений, которая не имеет равных в истории. 140 километров противотанковых рвов, ежей, брустверов, но все они были бесполезны против советской авиации и артиллерии. В конечном счете разбиты. Могущество линии Маннергейма сильно преувеличено. В ней не было ничего неприступного, как об этом принято рассказывать. Это скорее символ. Городок Суумусалми, на северо-востоке Финляндии. Тишина такая, что просто уши закладывает. А тогда здесь было жарко. Одни из самых кровопролитных боев. На этом поле 20 тысяч камней в память о 20 тысячах советских солдат, погибших непонятно за что, в чужом и богом забытом месте. Ну вот такая история. 75 лет назад были эти события. Казалось бы, ну, пылится ей где-нибудь там на полках максимум библиотеки либо в школьных учебниках, а нет. Вот тот сценарий, который 75 лет назад реализовывали в Финляндии, подозрительно, уж слишком похож на то, что происходит у нас сейчас. Обсудим с гостями. Сергей Графский, председатель Совета Всеукраинского объединения Союз участников миротворческих операций. Добрый вечер, спасибо, что пришли. И Сергей Мельничук, народный депутат Украины, здравствуйте, добрый вечер. Человек, который очень многое сделал для нашей страны как комбат, но еще новое лицо в парламенте. Мы сегодня, знаете, очень много новых лиц. Оля Червакова была, приятно, моя коллега, прекрасный журналист, но вот теперь уже депутат. Новый депутат от Батхивщины, человек, который получил западное образование, прекрасно говорит по-английски, вот еще и вы. Парламент обновился на две трети, мы говорим об этом сегодня всю программу, но вот еще одно новое лицо в парламенте. Добро, давайте вернемся к главной теме, теме, которую мы сейчас обсуждаем. Ну вот смотрите, уже 75 лет прошло, а проблемы все те же. Как нам теперь защищаться? Аналогия есть. И в принципе, то же самое у нас, с чего мы начинали. Мы мобилизировались, вот, настолько, насколько могли. И самые патриотические силы фактически остановили продвижение россиян, которые вот перед началом перемирия, скажем, так оккупировали Донбасс. Россияне же зашли полностью танковыми дивизиями, Псковская дивизия, также десантная зашла, они шли, ну, мощно шли. И тоже прикрывались авиацией, вот, точно так же. И при этом все равно остается угроза новой войны, и до сих пор остается. Остается. И плохо только то, что если в Финляндии там мобилизировали все, то у нас, вот я приехал в Киев, вот, я смотрю, как ездит треть машин в городе, это донецкие и луганские машины. то есть, люди приехали сюда, сбежали, не защищают свою, скажем, родину, а находятся здесь. А патриоты со всех, с других областей, они там сейчас и защищают территорию Украины. Вы знаете, это очень важное замечание, потому что вот то, что я с Ромой Бочкалой, с нашим корреспондентом говорил, он нашел участников финской войны, их детей, их внуков, и вот все они рассказывают, что страна тогда собралась. Не было такого, что у нас кто-то в дорогие рестораны ходит, а кто-то воюет. Вот страна тогда просто единым кулаком пыталась отбиться. Как по-вашему, 75 лет прошло, нам теперь приходится защищаться, ну, невозможность использовать те методы, которые тогда были. Что нам делать? Почему невозможно использовать те методы? В первую очередь мы должны понимать, что против нас ведется открытая агрессия. Ее можно маскировать различными терминами, ее можно маскировать различными уловками пропагандистскими, но против нас ведется открытая агрессия. И общество должно понять, мы тоже должны мобилизоваться. У нас в стране война. Это понятно. Независимо от того, как часто ведутся наступательные действия или оборонительные, каждый день мы получаем сводки, в которых мы теряем своих солдат. Мы должны мобилизоваться. И не только ментально, но и экономически. Экономика должна работать на победу. У нас есть только один выбор, победить. Или Украина, как государство, пропадет с карты мира. Ну, вы знаете, что я имел в виду, когда сказал, что не можем мы защищаться теми же методами? Вот сейчас о стене много спорят. Мы буквально через... посмотрим сейчас сюжет, с вами продолжим. Стоит ли нам создавать свою линию Маннергейма? Вот важная тема. Вторая часть сюжета о том, как похожи эти войны и оборонительных укреплениях, которые, к сожалению, не спасли финнов. Спасут ли нас? Большой вопрос. Смотрите. Не китайцы. Что не полоса, то хотя бы пару слов о России. 75 лет назад было наоборот. Советской прессе только и говорили о Финляндии. Финнов называли исключительно белофинами, причисляли к фашистам и вообще всячески давали понять советскому гражданину, что Великий Могучий не может оставаться в стороне. Нужно что-то делать с этими финнами. Спрятанные в снега гранитные железопетонные крепости. Они сооружались на американские доллары и английские пункты. Опыт финской войны демонстрирует, что в вопросах пропаганды путинская Россия ничем особо не отличается от сталинской. Все методы те же, просто инструментов стало больше. Советские военные разбрасывали с самолетов эти листовки на финском. Война против Великой Армии бесполезна и не имеет перспективно успех. В то же время промывались мозги и советским военным. Им рассказывали, что в Финляндии много коммунистов и что их нужно освободить от гнета империалистов. Но мы не нуждались в том, чтобы нас от чего-то освобождать. Чтобы советским воинам бодрее воевалось, была даже написана специальная песня а-ля Крым-Наш. Послушайте. «Принимай, принимай на доме, красавица, покерей, прозрачный хозяин». Хотя линия фронта была далеко, но досталось и Хельсинки. Советская авиация нанесла несколько авиаударов по столице Финляндии. Люди прятались в подобных укрытиях. Весь мир облетели кадры колоссальных разрушений, но даже здесь не обошлось без лжи и пропаганды. Советское командование утверждало, что никакой бомбежки не было. Признавало. Самолеты над Хельсинки летали, но разбрасывали не бомбы, а хлеб. Спасая от голодной смерти народ в Суоме. И еще одна манипуляция, применяемая Москвой сейчас и тогда. В первый же день зимней войны Советский Союз захватил финский город Терриоке. Испешно в нем было образовано народное правительство, а законная власть Хельсинки была объявлена преступной. Из заявления товарища Молотова. СССР не находится в состоянии войны с Финляндией, а лишь оказывает помощь народному правительству ФДР. Из заявления ТАСС. Народно-армейцы не сомневаются в победе над врагом. Наша задача немедленно очистить родную страну от ненавистных нам продажных лакеев, иностранных капиталистов и белофинов. Я вижу много схожего с тем, как велась советская антифинская пропаганда, с тем, как сейчас Россия ведет себя в информационном плане, освещая события в Украине. Русские отрицали, что вели боевые действия на территории Финляндии. Точно так же сейчас они отрицают, что это происходит в Украине. Ну, вот такая история. Полезно иногда в архивах покопаться, чтобы увидеть, что, по крайней мере, в пропаганде ничего не изменилось. У меня к вам обоим есть главный вопрос. Ну, вот смотрите, финны отгораживаются линией Маннергейма. Споры, помогло, не помогло. Сейчас есть проект строительства стены. Стоит ли нам отгородиться, в том числе, отгородиться и не только от России, отгородиться от Донбасса, что многие предлагают? Как вы думаете? Я думаю, надо выйти сначала на границы наши, а потом только делать эту стену. Пока мы не выйдем на границы, нету смысла ее строить. Хватит ли у нас сил для этого? Я думаю, что у нас сил достаточно. Сил не только, людского ресурса, у нас также на складах очень много вооружения различного, которое мы можем применять. Я думаю, что и та помощь, которую нам наши союзники обещают, она уже начала появляться, я думаю, это тоже скажет свой результат. Главное, чтобы наше командование и правительство страны просто не мешало вооруженным силам это сделать. Мешают? Бывает? Очень мешают. Даже тот же случай, когда я сейчас пришел в Верховную Раду, идет уже грязня за того, кто его поставит командиром батальона. У нас получается 95% людей там выходцы с Майдана, это люди добровольцы, которые участвуют в самых опасных операциях. Я думаю, ни одно подразделение, кроме есть еще в вооруженных силах несколько подразделений, которые фактически на одном уровне с нами сражались, но это строевые части. И когда люди людям навязывают командира, который которому они не доверяют... То есть до этого дошло даже, да? Даже до этого дошло, и фактически начальника генерального штаба уже был раз 15. Ноль. Министр обороны был. Послушайте, уже в статусе народного депутата, с корочкой, которая все двери открывает. Уже. Президент обращался, но сейчас в эфире просто обращаюсь. Товарищ президент, примите меня, потому что я к вам в ваш аппарат звоню, вот, до вас случаться нельзя. Может хоть с вами, как главнокомандующим вооруженных сил, побеседовать как офицер, как народный депутат, может после этого проблема решится. Потому что знаю, что ребята сидят, смотрят, вот, мы победим. Я с вами. Скажите, а вы тоже считаете, что у нас хватит сил освободить всю страну и что стена не нужна? первое, сил хватит, а стена нужна, но не в том смысле, как мы представили, что это как бы как великая китайская стена. Знаете, у энергейма было лучше положение, 140 километров, можно было сосредоточить людей, можно было сосредоточить и сделать. А представляете себе, что такое построить стену в несколько тысяч километров? Ну, пытаются ведь. Пытаться можно делать все, что угодно, насколько это целесообразно. Основа любого инженерного сооружения это люди, которые его защищают. Вот что самое главное. И поэтому здесь нам больше бы подошло, мы живем в 21 веке. Но с людьми, как видите, проблемы. Вот с отношением к людям, как видите, проблемы. С отношением к людям это все меняется. Если у нас есть такие командиры, значит, мы все равно победим. А создание именно не какой-то виртуальной или настоящей железной стены, а создание стены как системы маневренных укреплений, как системы маневренной обороны с минными полями, с засадами, с секретами, вот это дело, оно будет и экономичней, и целесообразней. Вы знаете, мы сегодня весь эфир говорили... Вы согласны? Конечно. Прекрасно. 100%. Мы сегодня весь эфир говорили о поддержке Запада, поддержке Соединенных Штатов, много было телемостов, но хотел вам сказать, что еще есть и Украина и поддержка, ну, скажем так, поддержка свыше. К миру в Украине призвали главы двух крупнейших ветвей христианства. Глава католической церкви Папа Римский Франциск и предстоятель православный патриарх Константинопольский Варфоломей. Они призвали все стороны конфликта найти путь для диалога на основе международного права. Важность достижения мира в Украине подчеркивает и публикация совместной декларации Франциска и Варфоломея. Такими были подробности этой недели. Встретимся в этой студии ровно через 7 дней. Спасибо, что смотрели. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин